Что такое монодиаполисахариды? Я как-то объяснял в своих некоторых лекциях, но скажу лишь, что полисахариды поле много. Это как раз, к примеру, крахмал распадается до огромного количества молекул глюкозы, а, например, такой другой полисахарид, как инулин, вот он тоже полисахарид, но состоит из мономеров других, из фруктозы. И поэтому диабетики даже знают некоторые, что бататы или топинамбур можно есть вполне. И даже сироп топинамбур сладкий. И не будет насилия над поджелудочной железой, не подскочит сахар в крови. Почему? Потому что этот сахар, а именно фруктоза, натуральная только, естественно, в отличие от глюкозы, не нуждается в проводнике в клетку, чтобы провести туда вот эту самую молекулу фруктозы. А проводник это тот самый гормон инсулин, который необходим для проведения в клетку глюкозы. И поэтому тот самый инулин, из которого состоит, например, батат, топинамбур, вот это совершенно другое полисахарид, один другому рознь. Помните ещё раз, что сахар синтетический добавляется везде. Начиная от кетчупа, там, крекеров, кремов каких-то, и вплоть до мюсли хлеба и так далее, и так далее. Хлеб не надо есть. Ну уж, ладно, в печке вы сами печёте, из пророщенного зерна, там, это ещё куда не шло, но лучше это не есть. Я советую убрать варёные крахмалы, хлеб, картошка, рис, ешьте овощи и фрукты. В крайнем случае овощи на пару, гречневую кашу, это в крайнем случае, да, ладно, но никакую не картошку, тем более не жареную, тем более не синтетические сахара в любых проявлениях. А если уж сахар, то хотите, то это сироп топинамбура или сироп виноградный, натуральный, а вообще фрукты, дорогие друзья. И натуральный мёд, если только он честный, без химических, без синтетических добавок, без сахара, который человоды многие применяют, если он, тем более, дикий, это целебный продукт, который могут даже больные диабетом любого типа применять. Такие мёды мы очень долго искали и нашли даже старобрядцев в Сибири и на Алтае, которые даже бортевой мёд добывают. Ну, об этом отдельно у меня в других видео, так, к слову сказал. Что касается ещё, фруктоза натуральная, помните, она не опасна, а синтетическая опасна. Далее, чтобы не было ни почечной недостаточности, потом, ни онкологии, никаких сахарозаменителей, никаких синтетических сахаров без сахара, сахарина и так далее. Стевию я не буду это долго объяснять, не рекомендую. Есть исследования, что резко идёт, поднимается давление. Факты, которые могут говорить о том, они ещё не проверены, но зачем рисковать, что к онкологии, возможно, это может приводить. Исследования такие есть, они проверяются, но не нужно это делать. Люди многие едят сахар и сахаросодержащие продукты натощак. А это, как правило, конечно же, это синтетический сахар, а не натуральный из овощей и фруктов. Не сравнивайте, дорогие друзья, сахар из фруктов, а натуральный, натуральную фруктозу органическую и синтетический сахар. Дело в том, что глюкометр покажет и так, и так повышенную дозу сахара, но в одном случае, при синтетическом, она идёт исключительно на вред. Вот всё, что мы описываем, все процессы. А в другом случае вреда не будет. И поэтому диабетики многие, кстати, знают, например, сахарный сироп, ну так называемый, из топинамбура. Он сладкий, но проблем никаких не будет. И даже у многих не повышается уровень сахара в крови при его потреблении. Это имейте в виду. В природе, кстати, натуральный сахар идёт ведь вместе с клетчаткой, белками, жирами, в органической форме, с витаминами, а не отделённый синтетический монопродукт. Тем более синтетического такого природы, как десахарид, например, какой-нибудь сахароза, который моментально всасывается. Резко повышает уровень сахара в крови. И огромную нагрузку делает на поджелудочную железу. Ну, категорически не ешьте всё то, что является синтетическим. То есть, на полках супермаркетов, начиная от печенья до соусов, кетчупа, везде добавляют сахар. Это делать категорически нельзя. То есть, можно, конечно, и более-менее здоровый человек пока живёт. Но это всё повлияет в любом случае на здоровье человека. Даже у кого нет сахарного диабета, это просто человеческая рекомендация такая. Я уж не говорю про грозировки. Пить надо воду, дорогие друзья. И травяные отвары, но не более того. Потом, к чему приводит чрезмерное потребление сахаросодержащих продуктов? Ну, конечно же, к привыканию. А дальше, попробуй, отними у человека что-то сладкое. Ломка, плохое настроение, ну и, в общем-то, абстинентный синдром во всех его смыслах. Ломка и так далее. Теперь, важно, что в 19 веке, чтобы вы знали, максимальное потребление в самых развитых странах было 5 килограмм сахара в год на человека. Уже в 1965 году 35 килограмм, сейчас 70 и более. Это фактически токсический сироп внутри человека. Вот что происходит. Помните, что в промышленном сахаре нет ничего, ни витаминов, ни какого баланса нет ни с чем. И на энергозатраты практически не идёт. А идёт целиком на убийство поджелудочной железы и в жир. Ну и, соответственно, вызывает тяжёлую форму гипергликемии. Вообще, как организм, ну как бы регулирует производство, хранение сахара, его ассорбцию. Вот это важно понять. Итак, давайте посмотрим и разберёмся. Еда, понятно, что это комплекс углеводов, жиров, белков. Углеводы – это сахара. Есть сложные и простые. Об этом я сейчас говорить не буду, но дам ссылку, если вы хотите разобраться подробнее, где это у меня. Посмотрите, где я объясняю. А пока скажу лишь, что глюкоза, как часть компонента комплексного питания, всасывается в кровоток после еды, причём достаточно быстро. Это быстрый углевод. И она должна проникнуть в клетки организма. Глюкоза в крови – это сигнал поджелудочной железы. Она вырабатывает инсулин. И инсулин протаскивает глюкозу в клетку. Всё хорошо. Значит, ну, а про инсулин я скажу так. Чтобы не было двояких толкований, было абсолютно чёткое понимание, что такое инсулин. Это белковый гормон. А гормоны – это белковые тела. Кстати, как и ферменты, как и витамины, основа – это белки. Так вот, это белковый гормон, который помогает глюкозе, как за ручку его берёт и проводит в клетку. То есть, помогает проникать глюкозе куда? В каждую клетку нашего организма, в любую клетку любого органа, любой ткани. Без него, без этого гормона инсулина, глюкоза не может усвоиться. И она будет оставаться в этом случае в крови высокой концентрации. А вот этот высокий уровень глюкозы в крови, как бы, ну, во-первых, он не несёт никакой энергетической ценности. А при длительном вот этом вот самом гипергликемии, то есть, высокой концентрации, когда у нас в крови глюкозы, то начинается повреждение суставов и нервных волокон, приводит к это к серьёзным заболеваниям уже других систем, сердечно-сосудистых, нервной системы и прочее. Ну и вот, и при этом состоянии клетки как бы энергетически голодают, потому что глюкоза в клетку не проходит, как основной источник энергии, потому что ей просто не хватает этой самой необходимой глюкозы для обеспечения и осуществления всех обменных процессов в клетке, в том числе и строительных, потому что на строительство клетки, обновления, необходимы что? Тоже энергии. Тогда что происходит? Тогда начинается извлечение этой энергии из жиров, потому что жиры тоже запас энергии, а далее, если жировой ткани не хватает, даже из белков, и поэтому могут быть последствия, о которых мы поговорим чуть дальше. И по этим последствиям, по этим критериям можно судить о том, что с организмом происходит, а также анализировать, почему, каковы причины, ведь многие люди живут долго с диабетом, не зная, что у них диабет. Но дополнительная при этом глюкоза запасается в клетках, где в мышц и печени в виде животного крахмала, это полисахарид, который называется гликоген, животный крахмал. Это концентрат глюкозы. Так вот, происходит снижение глюкозы в крови, то есть слишком много сладкого поели, я условно говорю так, часть вошла на энергопотребление клетки, и часть пошла, запаслась в виде концентрата, на случай, что называется, голодной, в виде гликогена, а основное количество в печени, но и в мышцах тоже. Потому как мышцы выполняют активную сработу, то, соответственно, энергопотребление их большое, и это удобно, быстро всё это доставляется. Так вот, это в балансе, нормы реакции существуют. Когда идёт голодание, человек не ест, то вот этот животный крахмал превращается в глюкозу, поступает в кровоток, опять кровью всё переносится до каждой клетки, где нужда есть, и всё в порядке, идёт усвоение. Удержание уровня сахара в крови происходит постоянное, пока человек не поел. Если сахарный диабет у человека, и влияние инсулина на, скажем, организма, на эти процессы резко уменьшается, то он уменьшается по одной, как правило, из двух причин. Первое – это ваша поджелудочная железа просто не производит достаточного количества инсулина, но это уже либо вообще не производит, это первый тип. И вторая причина – это ваши клетки менее восприимчивы к инсулину, когда мы говорим о втором типе, в результате чего глюкоза имеет, скажем, такую особенность накапливаться в крови и может достигать опасных вот этих концентраций. Значит, несколько факторов, которые могут спровоцировать возникновение гипергликемии. Это очень важно знать. Какие? Давайте их посмотрим. Ну, во-первых, конечно, употребление большого количества углеводов и большего, чем обычно. И сладкого, в первую очередь, тем более синтетического. Советую при этом, при этих проблемах, безусловно, убрать из рациона или сильно уменьшить сахаросодержащие продукты. Синтетические вообще есть нельзя. Я понимаю, что люди много чего делают, что нельзя. Я говорю, как в идеале. Потом, контролировать потребление углеводов. Особенно я вам ещё раз говорю. Вы перестаньте есть синтетику, ешьте овощи и фрукты. Не варёные, а как природа их создала. Или Бог, если вы религиозный человек и верите в создание всего, что есть Богом. Так вот, не надо тогда извращать законы природы, которые гласят, что Бог или природа создал пищу, а дьявол создал кулинары. И поэтому, всё, что есть в природе, достаточно, и было бы говорить то же самое, что если бы мы сказали, мы же говорим, мы приготовим пищу. Значит, что мы говорим? Мы говорим природой. Или мы говорим, Бог, ты дурак или ты дура? Ты для всех животных приготовила со своего стола, вот этого скатерти, самобранки, всё, что нужно. Без варки, без жарки. А для нас, людей, не приготовил ты Бог. Значит, ты идиот, мы лучше знаем и мы доготовим. Вот что мы говорим. Вы поймите, ведь я понимаю, что сейчас некоторые могут возмутиться. Вы оправдываете свои желания и пристрастия, а не потому, что вы можете мне доказать, что я не прав. Я прав, потому что я всего лишь констатирую законы природы. Потому что для всех живых существ биохимия одинаковая, обменные процессы одинаковые, клеточные, биосинтез белка идёт одинаково и так далее. Поэтому выдумывать и додумывать за природу ничего не надо. Хуже будет только людям. Поэтому и миллиарды людей больные, что они слишком сильно отдалились от природы и извратили её.